В Рио главы Дагестана Сергей Меликов и заместитель министра энергетики России Павел Сникарс в Махачкале обсудили проблемы и перспективы развития электро- и газоснабжения в республике. И тема эта, учитывая обстоятельства, в которые мы попадали в последние месяцы, не могла нас не заинтересовать. Ведь как ни крути, а это очень важные системы, обеспечивающие жизнедеятельность большого количества людей. Ну а вы смотрите проект «За скобками», веду его я, Магомед Тагир Муртазалиев. Начнем с того, что на совещании Сергей Меликов заявил, что проблемы в сфере энергетики и газа стали угрожающими для жизни людей. Он привел в пример недавние трагические случаи, когда погибли люди в результате пожара и от отравления угарным газом. «Если кто-то не отдает отчет себе в том, что это проблема, которую надо решать, я считаю, что этим людям здесь не место», предупредил Меликов. По его словам, в республике 107 газораспределительных станций, из них 26 исчерпали свою пропускную способность. Он заявил о недопустимости покрывательства фактов незаконного подключения газа и электроэнергии. Декриминализация сферы топливно-энергетического комплекса в Дагестане остается объектом пристального внимания со стороны не только республиканских властей, но и президента Российской Федерации, отметил Сергей Алимович. Отдельного внимания, заявил руководитель Дагестана, требует деятельность теплоснабжающих предприятий. Многие из них стали крупными должниками. «Для решения всех этих проблем необходима серьезная организационная работа и административные ресурсы. Готов в этом отношении и ответственность, и организацию работы взять на себя», сказал Сергей Меликов. На совещании через видеоконференц-связь выступил заместитель полпреда президента Российской Федерации в СКФО Максим Владимиров. Он сказал, что в последние годы был принят комплекс мер, направленных на решение проблем, связанных с энергетическим комплексом нашего округа, в том числе и Дагестана. «Но в отдельных сферах мы остановились на месте, ничего нового не получили. Проблемные вопросы все обозначены. И низкая платежная дисциплина, и износ сетей», сказал Сергей Владимиров. По его мнению, необходимо рассмотреть вопросы списания крупных долгов за электроэнергию и газ. Он заверил, что аппарат полпреда президента Российской Федерации в СКФО поможет Дагестану в решении проблем в сфере топливно-энергетического комплекса. Он так и сказал, «Почему остальные должны платить за неплательщиков? Нужно, чтобы каждый исполнял свои обязательства в полном объеме. Это основной базовый принцип, который поможет стабилизировать ситуацию», сказал заместитель министра энергетики Павел Сникарс. «Основной наш приоритет – надежность. Но для того, чтобы поддержать сети электро- и газоснабжения, в надлежащем состоянии нужны денежные средства. Невозможно брать деньги с одного субъекта и перекидывать на другие», – констатировал замминистра. После совещания Сергей Меликов и Павел Сникарс пообщались с журналистами. Меликов убежден, что без устойчивого обеспечения ресурсами республика не может развивать строительство, расширять социальную сферу. То, что жизненно необходимо для Дагестана. Но, к сожалению, мы сегодня вынуждены возвращаться к тем же проблемам, с которыми сталкивались много лет назад. В Рио главы Дагестана выразил благодарность Министерству энергетики России, руководству ресурсоснабжающих организаций «Газпром» и «Россети». По его мнению, они готовы сегодня вместе с республикой эти проблемы решать. Павел Сникарс ответил на вопросы о перспективах развития энергетического комплекса Дагестана. Он сказал, что основная задача – обеспечить надежное электроснабжение потребителей на всех уровнях. Решая эту проблему, появляется возможность обеспечить надлежащим источником ресурсоснабжающие организации. И здесь, конечно, очень важно, чтобы был получен правильный отклик и понимание всеми гражданами Дагестана того, что необходимо за поставленные ресурсы платить. Основными источниками развития бесспорно являются экономически созданные правильные сигналы. Была выражена надежда, что Сергей Алимович придаст этому большее ускорение. Павел Сникарс сказал, что система энергетики Дагестана должна сбалансироваться в части экономических параметров и станет самовоспроизводящей, то есть рождающей дополнительные источники для дальнейшего развития. По мнению Павла Сникарса, это бесспорно обеспечение технологическим присоединением, трансформаторами и электрическими мощностями дополнительных районов. Пока ровно такие проблемы стоят перед нами. Это опять-таки существующие экономические ограничения, связанные с тарифной политикой и экономическим состоянием в целом. И все это упирается в платежную дисциплину наших сограждан. Кто бы удивлялся. Ну а у меня на этом все. Вы смотрели проект «За скобками». Вел его я, Магомед Тагермурт Азалеев. Всего доброго. Увидимся в следующем выпуске программы.